Добрый вечер, вы телевизор, Карачаево, Черкесия, в студии Руслан Жуков. Теплые вязаные вещи и письма со словами поддержки. Сегодня студенты Северокавказской государственной академии совместно с партией «Единая Россия» отправили очередной груз военнослужащим в зону спецоперации. Всероссийская акция партии переурочена к отню защитника Отечества. Альбина Куроченова-Кенжева подробнее. На территории Северокавказской академии собрали груз для отправки военнослужащим. Студенты сшили 600 комплектов термобелья, 400 балаклав и 100 пар носков. Ректор гордится своими учащимися и в скором времени готовится еще более масштабная отправка. В первую очередь здоровья и сохранить свои жизни нашим ребятам, всем, которые там находятся. И вернуться домой, домой с честью, с победой. А вот этим девочкам, которые рядом со мной стоят, это студенты нашего колледжа, студенты нашего факультета дизайна и лингвистики. Хотел бы им выразить огромную-огромную благодарность и признательность за тот колоссальный труд, который они сегодня делают. Они сегодня в две смены в нашей швейной лаборатории нашего факультета дизайна и лингвистики работают. Мы создали для них какие-то условия, которые были необходимы для этого. И вот они приняли такое решение. Они шьют нательное белье, которое очень необходимо. Сегодня, видите, зима, холод. Я думаю, что и тепло, которое и белье это даст, и тепло, которое даст от того, что они вкладывают в свои сердца, тепло сердец своих, оно каким-то образом будет полезным. Каждая посылка сопровождается письмом бойцу в целях поддержки и поднятия боевого духа военного. Всероссийская акция партии «Единая Россия. Тепло для героев» – это своеобразное продолжение благотворительной акции «Бабушкина забота», в которой активно принимали участие и жители республики. И вообще наш регион попал в десятку лидеров по количеству отправленных посылок. Уверен, что эта работа будет продолжаться. Сегодня мы отправляем 450 комплектов, уйдут в 34-ю бригаду, и 150 комплектов уйдут в 100-ю бригаду, где также проходят службу наши мобилизованные ребята. Мы все прекрасно понимаем ту ответственность, которую мы несем перед нашими военнослужащими, которые призваны из нашей республики. Поэтому я уверен, что эта помощь, она своевременная и очень необходимая. Каждый желающий житель республики может внести лепту, принести теплые вещи и письма. Все собранное и необходимое может отправиться очередным грузом военнослужащим в ближайшее время, говорят в «Единой России». Альбина Курочинова-Кенжева, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Отделение Социального фонда России по Карачаево-Черкесии перечислило первые специальные социальные выплаты медработникам, установленные правительством с начала года. На данный момент средства перечислены более 900 работникам на сумму свыше 7 миллионов рублей. Выплаты получили 14 лечебных учреждений Карачаево-Черкесии. Как отметила начальник управления реализации социальных программ и страховых выплат Ирина Машкова, работа по начислению выплат медикам только началась. Поддержку получат все, кому положена выплата. По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к специалистам Социального фонда по телефону «Горячие линии» в рабочие дни с 8 до 17 часов. Работа по начислению выплат медикам уже началась. По мере поступления реестров специалисты отделения перечисляют средства в течение 7 рабочих дней после предоставления электронных реестров медицинскими организациями. Самостоятельно обращаться в клиентские службы фонда, подавать заявление или предоставлять справки нет необходимости. Новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральным и районным, районным и участковым больницам, а также работникам станции отделений скорой медицинской помощи. Размеры выплаты варьируются от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Социальный фонд России выступает оператором выплаты. Средства перечисляются на основании данных, поступающих из медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр сведений на работников, которые имеют право на эту выплату. Для удобства жителей Черкеска в микрорайоне Северный работает современная поликлиника. Данная необходимость возникла для того, чтобы разгрузить центральную городскую поликлинику на проспекте Ленина. Северный филиал приглашает горожан на диспансеризацию. В нынешнее время это действительно необходимая профилактическая процедура для поддержания здоровья и своевременного выявления возможных заболеваний. О том, каких специалистов и где можно найти, расскажет Артур Мхце. Многим жителям республиканской столицы это здание известно как Северный ковидный госпиталь. А тем временем, с середины прошлого года здесь на постоянной основе базируется филиал городской поликлиники. Тут же располагаются специалисты центра здоровья, наркологического диспансера, службы медицины катастроф. Однако наибольшее представительство, разумеется, принадлежит врачам поликлиники. Необходимость размещения медиков в просторных кабинетах на севере Черкеска продиктована постоянно растущей численностью населения. В связи с этим на опережение было принято строительство второго, третьего, скажем так, уже корпуса поликлиники. И после строительства мы перевели туда терапевтическое одно отделение. Это 12 врачей-терапевтов. Перевели туда невролога, кардиолога, хирурга, травматолога, УЗИ-диагностику, дневной стационар, отделение медицинской реабилитации. Также у нас там находится КТ. Перевод ряда специалистов в северную часть города позволил учреждению здравоохранения соответствовать требованиям шаговой доступности социально значимого объекта для населения, а также рассчитывать на скорое размещение у себя новейшего оборудования. Так, на свободу 62 в ближайшее время поступит аппаратура, которая поможет достигать лучших результатов в лечении и реабилитации пациентов. В этом здании находится отделение медицинской реабилитации, дневной стационар, отделение терапии, кардиология, неврология, хирургия и отделение медицинской палеотивной помощи. Терапевтическое отделение у нас приходит непосредственно люди, прикрепленные к нашему подразделению. Это те участки непосредственно, которые обслуживаются в нашем подразделении. Наше отделение занимается реабилитацией преимущественно неврологических больных пациентов, а также мы принимаем кардиологических, перенесших острые инфаркты миокарда, и пациентов, перенесших операции ортопенического и травматологического профиля. То есть реабилитация, третий этап, амбулаторная реабилитация проводится в нашем отделении. В этом году мы получаем большое количество нового высокотехнологичного оборудования. Вот ждем его получения, заявка сделана. Думаю, что это будет очень востребовано нашими пациентами. Практически все продублировали, то есть идентичные же услуги они могут получить и по Свободе 62, и такие же услуги по Ленина 144. То есть в этом никаких проблем нет. Единственное, прохождение таких видов, как врачебная комиссия, оно все проводится в центральном здании, то есть у нас здесь на Ленина 144. А так всю необходимую медицинскую помощь, которую должен получить пациент, он может получить по Свободе 62. На стадии скорого решения находится и вопрос логистики. Через поликлинику проходят около десятка автобусов. В ближайшее время перед территорией северного филиала планируется установить остановку общественного транспорта. Ее дизайн уже определён. Осталось завершить процедуру передачи республиканской земли в муниципальную собственность. Артур Махцем, Мухаммед Ашабоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике выявили и пресекли незаконный лов форели. Находясь на отдыхе в Архызе, уроженец Краснодарского края в сопровождении гида в лице местного жителя отправился на увлекательную экскурсию к специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. Затем туристы спустились на территорию Марухского государственного природного заказника. С собой путешественники прихватили удочку, при помощи которой осуществлял незаконный улов форели на реке Маруха. В результате проведённых рейдовых мероприятий на приграничной территории Зеленчуского района сотрудник пограничного управления был выявлен нарушитель правил регламентирующих рыболовство, который привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 837 КОАП России в виде штрафа 2000 рублей. Пограничное управление напоминает обвестиям и жителям региона, что правила рыболовства на объектах рыбохозяйственного назначения Республики регламентированным приказом Министерства сельского хозяйства о подтверждении правил рыболовства для Зоо-Черно-Роского рыбохозяйственного бассейна. За неисполнение российского законодательства в сфере охраны водных и пилологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду, а в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью до 14 градусов мороза, в горах до минус 20, а днём минус 2 плюс 3 и местами 9 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью до 13 градусов мороза, днём до плюс 2. Ночью и утром на дорогах гололедица. Кому вы готовы доверить здоровье своих глаз? Доверьте лечение катаракты профессионалам. Врачи клиники 3Z провели более 50 тысяч успешных операций по лечению катаракты. Офтальмологическая клиника 3Z. 8 800 533 90 82. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова Окулюсарт. Доваторцев 39А 43 73 87. Жители и туристы Карачаева-Черкесии должны отказаться от походов в горы в эти дни. С 13 по 15 февраля в республике ещё ожидаются сильные осадки в виде снега, а также в эти дни в горах выше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В региональном МЧС говорят, что необходимо быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий и электропередач. Водителям по возможности надо воздержаться от поездок на личном автотранспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении, а пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. «Хочу всё знать» в КЧГУ имени Умара Алиева прошёл студенческий научно-познавательный квест. Интеллектуальное состязание было организовано научным управлением и студенческим научным сообществом ВУЗа. В квесте приняли участие команды различных факультетов университета. За ходом мероприятия наблюдал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. «Научный квест «Хочу всё знать» собрал студентов со всех факультетов КЧГУ. Открывая интеллектуальное состязание, исполняющий обязанности ректора университета Таусултан Узденов подчеркнул важность подобных мероприятий в плане приобщения молодых людей к научным знаниям и экспериментам. «Эта командная игра позволит выявить самых лучших знатоков науки нашего ВУЗа», – заверил Таусултан Аубикирович. «Начался период пандемии. Мы долгое время наши общественные социальные мероприятия поставили на паузу. Ну вот, уже почти год мы начинаем входить в прежний активный наш режим. И очень приятно, что по разным направлениям по молодежной политике, по образовательной деятельности мы входим в наш прежний режим. И, конечно, по научно-просветительскому направлению тоже у нас достаточно интересные мероприятия предлагаются». «Изучать науку посредством игры – это один из действенных методов для молодежи. И сегодня каждый из вас, узная много интересного в той или иной научной деятельности, отметила исполняющая обязанности проректора по научно-исследовательской работе Качагу Марина Кубанова. «Всегда говорят, учиться сложно, а учиться посредством игры, наверное, немного легче. И вот сегодня мы с вами будем играть в науку или изучать науку, играя. Я вам желаю получить наслаждение от нашей с вами игры. Помимо этого, желаю вам получить новые знания». Девять команд должны были по установленному маршруту посетить станции, где каждый из них, не пересекаясь друг с другом, выполняли задания, которые предоставляли им научные станции. Вопросы были интересные, сложные и местами забавные. Но нам удалось осилить их, отмечают студенты. В свою очередь, Таусултан Узденов лично посещал станции и поддерживал участников состязания. «Квест получился весьма-весьма хорошим. Я получил очень положительные эмоции, потому что я убедился, что наши студенты обладают широким спектром знаний и смогли ответить на все свои самые каверзные, самые сложные вопросы, даже не по своему профилю. И я реально получил очень положительные эмоции». В итоге победителями научного квеста «Хочу все знать» стала команда Института филологии «Постинфилизм». Второе место заслужили интеллектуалы естественно-географического факультета «Естественный отбор». И на третьем месте команда исторического факультета «Страна нартов». «Нам удалось освоить все задания и одержать безоговорочную победу», отметила команда победителей. «Мы очень счастливы, что мы выиграли в данном квесте. Это были незабываемые эмоции. Наша команда назвалась «Постинфилизм», что означало революцию в мире нашего университета. Поэтому мы надеемся, что в будущем у нас будут только победы. «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Победителей призеров отметили почетными грамотами и ценными призами. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Рыбаки Камчатки снова приехали в Черкесск. Огромный ассортимент рыбы – чавыча, семга, белорыбеца, палдус, морепродукты, консервы и, конечно, красная икра. Рыбный ярмарк открывается завтра и будет работать до 18 февраля включительно с 9 утра до 7 вечера в Черкесске в Центре развития предпринимательства на Горького, 8. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Шаляпин». Всего доброго и до встречи в эфире.